Звёздный завтрак Евгений Геннадьевич, как тебе ближе? Да как хотите, так и называйте Я себя ощущаю просто вот счастливым человеком и всё А название для меня не очень важно На афишах Евгений Григорьев сейчас уже, да? Евгений Григорьев и Жека И Жека тоже присутствует Но в любом случае, спасибо огромное, что в череде своих бесконечных гастролей нашёл время для нас Слушай, гастрольный тур Чартер Нагановер – это весной с такой скоростью Нагановер? Ой, прости, прости, Пашин, прости, Чартер на любой Я бы с удовольствием Нагановер бы свалил Прости, Чартер на любой Сколько, полтора месяца, да? Полтора месяца Без перерыва? Без перерыва А поделись секретом, как ты восстанавливаешь силы между концертами? Потому что, ну, однозначно устаёшь А здесь в любую минуту нужно находить возможность отдыхать Вот действительно, это тур гастрольный, это уже с опытом с моим связано Нужно как-то вот в любое время Приехал, приехал в гостиницу, прилёг, поспал минут 10-15, хотя бы 20 Помогает, да? Помогает, помогает, да А ты же в каком-то городе даже с температурой выступал, я в инстаграме её делаю Да, выступал с температурой, накрыл меня вирус Но, слава богу, есть доктора, есть врачи, быстро меня привели в порядок, восстановили Единственное, что я не смог, это у меня, так вот, чувство долга Я не смог заражать своих единомышленников А, пообщаться, да? И после концерта, да, не устраивал фотосессии, к сожалению Я в твоей афише увидела перерыв на июнь, на июль Это ты отпуск себе решил устроить? Это отпуск Это вот куда поедет Евгений Григорьев в этом году? А, поедем, поедем в Болгарию В Болгарию? Почему в Болгарию? А потому что там замечательная компания Там дружок мой, Валера Курас, будет И будем вместе купаться Вот так развлекаться Танцевать, веселиться Посиделки до утра Ну и, конечно, солнце, море и вода Будем ждать посты и сторис в инстаграм Потому что это всегда интересно смотреть Жень, ты свой первый заработок помнишь? Да, помню Сумма какая это была, назови ее? Сумма 40 рублей Где и вообще как ты заработал эти 40 рублей? Это вообще был тяжелый-тяжелый труд Так Вот Меня после восьмого класса Вместо практики Родители устроили к себе работать на завод Так Это был цех, в котором делали упаковки для военных деталей Это был оборонный завод На котором, собственно, мои родители в Кургане и работали Сколько лет тебе было? Ну, мне было, ну, сколько-то, 13, наверное В 13 лет ты уже попал на этот завод И кем работал? Вот Вообще у меня была, была там основная работа Взяли меня упаковщиком То есть мне нужно было колотить вот эти вот деревянные ящички В которые потом складывались всякие различные детальки И посылались в страны социалистической взаимопомощи Это ж сколько пальцев ты себе отбил, наверное Я от себя умудрился не отбить ни одного пальца Потому что проявил себя с другой стороны С очень хорошей И меня поставили вырезать трафареты То есть вырезаешь трафареты Не кантовать Или, знаешь, такая рюмочка, стекло И все вот эти все трафаретики мы на ящики наносили И вот с большим успехом я отработал месяц и заработал 40 рублей Слушай, раз вспомнили юность После того, как тебя выгнали из музыкальной школы по классу Домбр Кстати, выгнали ты из-за чего? Это кошмар, кошмар Ну вот человек, который ходит в музыкальную школу И не понимает, что от него хотят вообще И говорит, нужно до реми фасоля си до А я, господи, да что это такое-то вообще? Что со мной происходит? Где я вообще? Вот, я перестал посещать в наглую Просто обнаглел И перестал посещать уроки с альфеджио А Домбра есть у тебя дома? Домбра на даче у мамы Играешь? Нет? А, вот у мамы это главное Я так понимаю, мама хотела, да, наверное, чтобы ты играл всегда? Мама хотела, чтобы я на чем-то играл вообще Хоть на чем-то И Домбра по моему росту и весу оказались самым подходящим инструментом А это правда, что ты понял, что хочешь стать звездой И связать себя с музыкой после того, как ты услышал Битлз? Конечно Ты сейчас слушаешь дома песни этой четверки легендарной? Обязательно Обязательно Слушай, давай вот что с тобой сейчас делаем Мы устроим такую коллаборацию твоей музыки Музыку Битлз Я тебе включу песню Yellow Submarine Это любимая песня моих детей Серьезно? Да А мы положим на нее стихи, любимую песню миллионов людей Твою песню «Рюмка водки на столе» Давайте попробуем Окей, давайте попробуем Леди и джентльмены Выступает Евгений Слушай, подожди, нет, это же Битлз, Буш Юджин В Англии Евгений Юджин Выступает Юджин Григорьев с песней «A glass of vodka on the table» Поехали Ночь по улицам пошла Звездной поступью цариц Слов и чисел простота У небесного моста Это круче, чем Битлз За никем Праздник губ Обиды глаз Забери меня в свой плен Эту линию колен И все вместе Только рюмка водки на столе Водки на столе Водки на столе Только рюмка водки на столе Водки на столе Столе Слушай, ну, криминалити, джаст музыкалити, как говорится Жека у нас сегодня в гостях Звездный завтрак Евгений Григорьев, он с Жека у нас сегодня в Звездном завтраке Вот слушатели тут пишут, музыки много, Жека один Кстати, вайбер и ЦАП работает 8909-955-103-0 Ваши вопросы ждем Женя, расскажи, пожалуйста, после того В 90-х, когда у тебя все так активно развивалось У тебя же был свой бар-ресторан, это правда? Точно, точно, точно Как называлось твое заведение? Сова? Сова А вот если бы ты сегодня решил запустить бизнес подобного рода, какая бы кухня была в этом заведении, как бы называлось это заведение? Заведение бы называлось «Пить с ней вино» Пить с ней вино, так, хорошо Потому что рюмка водки уже есть Слушай, а ведь песня «Пить с ней вино» она же первоначально по-другому называлась? Нет Нет? Нет, так и называлась Так и называлась Ну ладно, мы о песнях, которые по-другому назывались, с другим текстом, еще поговорим Я вот что хочу спросить В канун Нового года среди своих подписчиков ты разыграл свою легендарную эксклюзивную кепку Почему, кстати, ты ее снял? Мы привыкли все время видеть Джеку в кепке, да, определенный образ Сейчас он изменился, это же фишка твоя была Ну надо было как-то меняться, надо было что-то делать и идти вперед Потому что изменились песни, изменился репертуар, подход вообще творческий, подход и к проведению концертов, и вообще вот как бы студийной работе Поэтому что-то надо было придумать, что-то другое Тем более, что помимо Джеки появился еще на афише такой бренд, как Евгений Григорьев А, вот так вот? Да Поэтому стал работать уже в образе Лысого Но, тем не менее, на своих концертах я периодически делаю экскурс в историю И пару песенок пою в кепке, и, в общем-то, кепки присутствуют на моих концертах А это песни того времени, да? Да, да Гололед, золотка, все, наверное Совсем недавно, вот, в ЦК «Меридиан» 21 апреля был концерт, который я вообще половину провел в кепке Потому что это был ретроспективный такой концерт, который назывался «Сосны кедры» Слушай, мне кажется, это то, что люди всегда хотят услышать Ну, вот они, поэтому полный зал, и народу и набился, и пришел, и радовался А вообще большой коллектив музыкантов у тебя? Девять человек А правда, что в твоем коллективе исключительно твои земляки? Ну, кроме девчонок, да, бэк-вокалист? Нет, нет, неправда Такого нет? Неправда Тут слушатели спрашивают, вот в Инстаграм идет прямой эфир, кстати, и у Евгения Григорьева, и у нас на Радио Шансон Что случилось с твоей бэк-вокалисткой? Она руку поломала? Аида в третьем городе Тура, в Барнауле, насколько я помню Вот случайно, ну, это производственная травма После концерта сломала две фаланги пальцев Но дело в том, что к Благовещенску все уже срослось А как так? Что там у вас происходит? Какие волшебные лекарства вы принимаете? Что и вирус проходит, и кости срастают? Сцена лечит, сцена лечит Жень, ты в одном из своих интервью сказал, что дома, в родном Кургане, ну, это правда, давно было, ты готов петь бесплатно, это так? Ну, я практически бесплатно там и пою Это как? Вот, я выступаю в Кургане и в ресторанчике, участвую у своих друзей И, в общем-то, Курганская филармония меня тоже всегда радует тем, что курганцы просто-напросто всегда аншлаговый зал, вот этот тысячный зал филармонии Это очень приятно Самая большая твоя аудитория? Сколько ты собирал человек? Ну, не знаю, наверное, тысячи три, может Тысячи три, ну, это достаточно большая аудитория Когда не нужно лишних слов? Вот, песня, в которой первоначально были другие слова, да, название, да, которое было другое? Да, да Она называлась «Горю» Она называлась «Горю», да Почему ты изменил слова? А дело в том, что вот пока я в студию не зашел и окончательно не спел слова, я постоянно трансформирую песню И здесь получилось так, что вот мне уже нужно было, допустим, в обед идти в студию и пропевать Была уже готова аранжировка, было все уже готово для того, чтобы спеть окончательно песню и приступить к сведению И нужно было пропевать вот уже все на чистовой вокал, и я с утра встал и понял, что это песня о другом А есть еще песни, да, которые ты тоже вот так вот... ПМЖ ПМЖ тоже? ПМЖ тоже были другие слова Это до, как она до этого называлась? Сейчас не помню, как она называлась, но я тоже переписывал дважды текст А у тебя вообще как случается? Сначала название идеи песни, потом формируется текст или наоборот? Сначала название идеи песни — крючок Крючок? Такой, да, вот крючок, за который можно зацепиться — это припев А потом уже от этого пляшу и уже куплеты и все остальные А бывает, что забываешь слова песен на концертах? Бывает А что ты в эти моменты делаешь? Это как, обычно микрофон в зал, да, подпевать? Нет, обычно сочиняю какие-то другие слова А, вот Слушай, давай проверим, насколько хорошо ты же и помнишь свое творчество Рассказывай, что сейчас будет происходить Буду называть тебе выборочно слова из твоих же песен А тебе надо будет вспомнить, что же это за песня Вот это экзамен Кстати, слушатели... Ладошки потеют Потеют, да, слушатели тоже могут участвовать Если вы быстрее Жеки окажетесь, то молодцы Итак, бренный мир Психи Небеса Помехи Помнишь, что это за песня? Из какой твоей песни? Это мое? Это твое, да, да Есть еще попса слово в этой песне Попса? Да Наверное, это песня в туннеле третьего кольца Да, все молодец, угадал, все помнишь Идем далее Купола Чай Сон Пленка И тут вот совершенно неожиданно дождик Играет досент Это дождик тебе подсказал, да? Хорошо Так, возвращаясь в те песни, которые ты в кепке исполняешь Милая Опять же дождь Ну, я так понимаю, осадки вдохновляют Тишина Трава Стекло И слеза Наверное, это все-таки кукушка Ой, слушатели тоже отгадали Молодец Так, идем далее Я молодец Смотри Шасси Любовь Богатство Судьба Расписание Помнишь, что это за песня? Есть еще слово бродяговая песня Подскажу, да ПМЖ Да, все правильно ПМЖ Ну и последняя песня, которую сегодня Жека попробует угадать Свои же песни отгадывает Ветер Ветка Осень И тут вроде бы под драматургией, наверное, должен появиться Дождь у тебя? Но нет Снег и прокурор Вот такие вот слова в этой песне Я как осенний лист Да, совершенно верно Жека у нас сегодня в гостях Звездный завтрак Чартер на любовь долетел до многих-многих городов России Где Евгений Григорьев побывал с одноименной программой Кстати, клип этот Жека снимал не в России почему-то А сейчас узнаем, почему Жень, рассказывай Почему в Барселоне? А потому что в Барселоне Каждый уголок Это уже локация Очень-очень красиво И мы снимали Вот получилось так, что было свободное время только в январе Хотели попробовать снять в Стамбуле Хотели попробовать снять еще где-то Ай, вот поэтому во время съемок ты мотался, да? Да, в это время в Барселоне просто погода плюс 16-18 градусов Вот, поэтому можно было вот так вот безболезненно и не продрогнув от холода снять вот такой вот клип Кто придумал задумку, идею этого клипа? А мы вместе с режиссером Михаилом Кукушкиным сели, обсудили сценарий, но оказалось, что сценарий получился такой очень прямо практически как короткометражного фильма И много чего, что мы задумали, в клип потом не вошло, потому что это уже как бы разбивало сюжет и отвлекало от основного комбы Так надо сделать чартер на любовь неизданная, знаешь как, или два, и запилить, это же самое интересное будет Да, надо попробовать У нас звонок, к нам дозвонился наш слушатель Ярослав из Москвы Ярослав, утро доброе, здравствуйте Доброе утро Рассказывайте, песни Жеки давно слушаете? Уже очень давно, я являюсь поклонником Был на концертах, сейчас заметил, что у Жени есть бэк-вокал Так Мне очень понравилось, девочки красивые А вот такой вопрос, Евгений, а вы не хотите себе мужскую подстанцовку? Я вот, кстати, неплохо компакт танцую Ну, слушайте, надо посмотреть Вы, может, пришлете мне какую-то запись на телефон? А зачем присылать? Ярослав танцевал у тебя в клипе, Ярослав Сумишевский у нас сейчас на связи Ярослав, ну и раз уж до тебя дозвонились Ярослав, разыграл ты меня, я тебя не узнал, кстати, по голосу Ярослав, расскажи, пожалуйста Привет Ярослав, расскажи, пожалуйста, а каково это? Вот, быть на потанцовке у Жеки Я знаю, в клипе без самой мучи ты там вытанцовываешь сзади Да, ну, мне песня очень нравится Я не смог сгрыжаться, поэтому танцовываю А почему ответочку не получишь? Почему Жени в твоих видео тогда нет? В моих видео Жени нет? Или в Жениных видео меня нет? Нет, в твоих видео танцующего Жени нет Такой вопрос, почему тогда? А, кстати, надо попробовать Ладно, отпускаем тебя, Ярослав Ярослав, кстати, ты мне показал несколько таких вот движений под бессовым мучи, которые я сейчас использую на своих концертах Спасибо тебе большое Настоящий друг, который действительно, он, Ярик, очень пластичный Он, вот, возможность вот таких-таких движений Я даже, что они существуют даже до того, как увидел, как он танцует Я даже и не знал А теперь я их использую на своих концертах в качестве своей подтанцовки Ярослав, спасибо огромное Ярослав Сумишевский был у нас на связи Жень, ты как друга-то своего недавно на трассе рассказал, как разыграл, как Сумишевского разыграл, расскажи А так получилось, что мы одновременно, практически одновременно гастролировали по Дальнему Востоку И Ярослав прилетел во Владивосток и направлялся в Уссурийск Так А мы из Уссурийска направлялись во Владивосток И в автомобиле, который вез Ярослава водителем был наш тоже организатор Владимир Мы его накануне подговорили, он говорит, я поеду встречать Ярослава и супругу Наталью Мы его подговорили, чтобы он остановился на трассе И со своим директором Александром переоделись в страшных гопников Купили на китайском рынке красные адики, да, вот эти вот И Владимир остановился Перед этим он нагонял, конечно, для пущей важности, там, страх Он говорит, у нас тут разбой какие-то Появилась какая-то банда там у сурийских партизан новая Какие-то там вообще ужасные люди останавливают машины И когда мы стали на трассе останавливать эту машину Владимир стал останавливать, он потом нам рассказывал Ярослав с Натальей такие, говорят, не останавливайся, зачем? Проезжай, проезжай, кто это? А мы в черных очках Мы такие все замаскированные в этих адиках Останавливаем, говорим, выходи из машины Вот, мы сейчас поедем Он такой, да я сейчас ствол достану Это Володя, Володя подыграет, да Володя подыграет Я сейчас ствол достану Ну, доставай свой ствол Надо было Сумишевскому сказать Пой, песню пой Вот, после этого мы открываем заднюю дверь Где сидят Наталья и Ярослав И вот они такие, как немножко такие напрягшиеся Но потом увидели, что это мы И расслабились, поржали, посмотрели, посмеялись Слушай, шутник, шутник, конечно Мы сейчас послушаем автоновости, кстати, вот в тему А потом вернемся к нашему общению Звездный завтрак Общение по айфону, это, конечно, круто Есть у нас мессенджеры, есть скайпы Но намного лучше, когда человек вот находится рядом А Евгений Григорьев сегодня в звездном завтраке А вся Россия подключается к нашему общению Собственно, давай, Жень, перейдем к вопросам от людей, которые приходят Кстати, вот в инстаграме пишут, что сильно похудел Действительно похудел Да я уж поправился, походу Да не, не, не Что-то специально делал? Нет, ничего специально не делал Просто очень самый простой Какой-то несложный комплекс гимнастических упражнений Каждое утро, 15 минут Это пресс, отжимания Это пресс, отжимания, скручивания Вот упражнения для спины самые простые И ничего больше, и приседания А Жека кепку разыграл, пишет Александр А что разыграет Евгений Григорьев на следующий Новый год? Не знаю, наверное, свой концертный костюм Хотите кроссовки, туфли разыграть? Новые Сейчас знаешь, сейчас все разыгрывают, Жень, наши звезды Не планируете ли участие вашей дочурки-дюймовочки в ваших концертах? Являясь участником вашей группы в Одноклассниках, всегда любуюсь вашими фото с Дашей Такое сообщение Подождите, а, тут, да, вот, кстати, чтобы знали, с Машей от Людмилы пришло это сообщение Слушай, ну, твоя дочь, она же есть в клипе... Венеция Венеция, да, она там танцует А на концертах твоих она участвует? А на концертах она пока участвует в качестве зрителя Дело в том, что Маша вот буквально только с прошлого, наверное, года стала посещать мероприятия Мои концерты в Питере, в Москве И поэтому вот для того, чтобы... для меня уже достижение, что она два с лишним часа Просто находится в зрительном зале и наблюдает за тем, что происходит на сцене Маше сколько лет? Маше шесть Вот ты нам за эфиром рассказал, что она же поет у тебя хорошо Ну, она старается, она профессионально совершенствуется Но я думаю, что пока на большую сцену все-таки ей рановато А вообще хотела бы, да, чтобы она пошла в творчество? Чем бы дитя не тешилась, мне нравятся все ее влечения Будет она рисовать, замечательно Будет она петь Дело в том, что вот она сейчас занимается в театре Так В театре, вокалом, сценическая речь Мне нравится, потому что ей нравится А последняя версия Маши какая? Кем станет? Хочу быть? Хочу быть, не знаю Ничего не говорила? Вообще, вообще она, несмотря ни на что Я говорю, Маша, вот ты, наверное, будешь там певицей, там артисткой Папа, я буду ветеринаром А вот так вот? Молодец какая Слушай, в наше время... Еще сто раз все это на самом деле изменится Альберт из Королева спрашивает Почему в жизни говорит Женя одним голосом, а поет другим? Кстати, да, почему вот... А потому что голосом же не буду я сейчас в микрофон кричать Вот, когда я начинаю более громко петь, да Более громко доносить свои мысли Появляется вот этот хрипотца А вот расскажи, это же такое расщепление, ты на связках поешь Это же такая... Да, на связках пою неправильно, да Нагрузка такая Я никогда не учился специально петь Пою, как получается, пою, как умею Опять же, вот точно так же, как музыкальная школа меня отвергла В своих стенах Вот, меня отвергли и два или три преподавателя вокала, к которым я обращался В 2019 году нам стоит ждать альбом от Евгения Григорьева? Пожалуй, больше стоит, чем не стоит А там как получится 8909-955-103-0 Вайбер, ватсап работает А сегодня у нас в гостях Евгений Григорьев Ваши вопросы ждем Звездный завтрак Сегодня в Звездном завтраке у нас Евгений Григорьев Вайбер, ватсап работает Ваши вопросы принимаем Кстати, нас можно посмотреть на нашем канале на YouTube В наших группах ВКонтакте и в Одноклассниках Скоро эта запись появится и на YouTube-канале Жень, ты же у нас приверженец здорового образа жизни, да? Я пытаюсь соответствовать этому статусу Я просто видела пост в Инстаграме, где ты рассказал, что уже 11 лет не куришь Там много-много цифр А, ну вот не курю, да Где ты подвел итоги, да, чего ты лишился, что ты приобрел Как 11 лет назад ты бросил? Расскажи, Настя Все произошло очень просто Я отдыхал, встречал Новый год в Крыму Так В Севастополе Хороший начал В Севастополе Сдуру Решил искупнуться в Черном море в новогоднюю ночь Молодец какой По-нашему На обратной дороге в поезде я понял, что я жутко простыл Что у меня не дышит ни нос, не работает ни горло Какое-то внутреннее давление в ушах В общем, кошмар какой-то Приехав в Москву, я стал лечиться и понял через неделю, что я эту неделю не курил Ну, просто не было смысла Ни запаха, ни вкуса, ничего я не чувствовал Да и не хотелось Да и не хотелось, да И поскольку вот эта неделя прошла у меня без курения Я все-таки решил, я думаю, может быть еще одну недельку потерпеть А я уже выздоровел Потом еще одну недельку, потом еще одну недельку Вот, так втянулся Для себя я сказал просто, давайте я, ребят, я попробую вот больше не курить вообще Отказаться, не то чтобы там одну там затяжечку, еще что-то Друзья, если вы бросаете курить, то вы бросаете курить сразу и навсегда Для себя делаете выводы, что вы больше никогда к этому не вернетесь К этому нужно прийти, и с этим нужно согласиться и смириться А ты до этого злоупотреблял табаком много? Сколько сигарет в день выкурила? Я выкурил немного, где-то меньше пачки Ну, где-то одну пачку в два дня Одну пачку в два дня Александр спрашивает, что является для Евгения источником питания для зарядки потраченных эмоциональных физических сил? Любовь Любовь, да? Только она Вот так вот, все гениальное просто Вот что это значит, Джей А если вдруг за курением одного из своих сыновей застукаешь, что сделаешь? Ну, сложно застукать, да, по крайней мере, глядя на старшего, который не пьет, не курит Вот, я не могу представить, что у меня и средний сын будет этим заниматься Вот, они такие достаточно спортивные ребята, они молодцы Вот, ну, если застану, то скажу, зачем тебе это? Молодец Посмотри на меня Какой папа? Я помню, мне в свое время папа говорил, ты съешь у меня эту пачку, если я вдруг увидишь Такого нет, да? Нет, это негигиенично кушать, кушать сигареты и пачки сигарет Жень, многие представители искусства очень негативно отреагировали на недавний запрет показывать сигареты, алкоголь в кино и театре Ссылаясь на то, что якобы это сглаживает драматургический эффект картины и всей атмосферы не придает Ты вот к этому как вообще относишься? Ты знаешь, я отношусь и не негативно, и неположительно Дело в том, что если это действительно необходимо для создания художественного образа Если это вот солдат в окопе сидит и перед смертью решил там затяжку перед боем там какой-то Вот он сейчас пойдет в атаку покурить И это нужно режиссеру для того, чтобы передать напряжение момента Вот это вот То вот это я считаю, что пусть он там будет, пусть он курит А не пропаганда ли это? Дети же наши это увидят Я не знаю, дети увидят, они не поймут, что это за козья ножка и вообще не поймут, что с ней делать Козья ножка, баб, что это? Да это козья ножка, не обращай внимания Дядя просто пускает дым Ты же и алкоголь крепкий не употребляешь, да? Ну, стараюсь, да Тут слушательница спрашивает от Гузали вопрос А будет ли продолжен творческий тандем Евгения Григорьева и Инны Наговицына? Очень нравится песня, это про городские встречи А вот не знаю, потом как получится, как карта ляжет Дело в том, что... А как вообще так вышло, что вы решили, скажем так, перепеть? Да, совершенно случайно Инна позвонила мне, попросила участия, моего участия в концерте, посвященном дню рождения Сергея Наговицына В прошлом году было 50 лет с дня его рождения Да, да, да Вот, мы подготовили вот эту песню, а концерт не состоялся Вот так бывает Вот, заорганизовались и не получилось концерта А песня осталась Слушай, ну вы второе дыхание дали этой песней А на концертах ты ее своих исполняешь? Пока не исполнял, мы ее исполняем вот на каких-то больших таких тусовках, где хотят ее слышать Я нашла в Википедии информацию, что некоторые твои песни стали саундтреками к многим отечественным фильмам и сериалам Сериалам, да Сейчас поступают предложения еще? Давай назовем эти сериалы Смотри, «Зайцев плюс один», «Дальнобойщики три», «Дневники доктора Зайцева», «Восемь первых свиданий», «Монтана» Сейчас есть такие предложения? Давненько почему-то не было, не знаю Не было А никогда не предлагали в кино вообще сыграть, сняться? Ой, я не актер, для меня самое важное на сцене как бы работать и песни петь А смог бы заучить роль и потом это все воспроизвести на камеру? Я не уверен, что это было бы профессионально, я не уверен В своих каких-то вот клипах, в своих работах, где есть режиссер, где поставлена задача, я стараюсь, стараюсь ее выполнить Но мне кажется, что все-таки актеры должны сниматься в сериалах, профессионалы Кто на сегодняшний день твой самый главный критик? Кому, в первую очередь, ты после того, как... Лиза Крапивина Лиза Крапин, супруга твоя, да? Да Больше критикует или напротив, говорит, молодец? Подсказывает Подсказывает, да? Вот, меня напрягает то, что она больше меня хвалит Но если... Тебя это напрягает? Все правильно она делает? Напрягает, потому что если только хвалить, то я могу уйти в какие-то дебри непонятностей И могу как бы потерять адекватность А если меня немножко так шпынять и подпинывать и говорить Женя, вот это вот не то, а вот здесь вот не так То я обижаюсь, я закрываюсь, ухожу в угол, даже рыдаю иногда Но потом я говорю, Лиза, ты была права Лиза, спасибо за адекватного ЖЭКу тебе Спасибо огромное Жень, для других людей пишешь? Очень редко Очень редко Вот на моей памяти за последний год Наверное, только написал песню для Ярослава Сумишевского А что надо, чтобы ты для кого-то написал песню? Наверное, нужно понимание какое-то и дружеские отношения Между тем, для кого я это делаю Слушатели тут спрашивают, какие у вас отношения с Александром Дюмином? Отличные Отличные Куда он пропал и стоит ли ожидать выпусков «Шансон-подводочку» от Вячеслава? Из Карелии пришло это сообщение Нет, «Шансон-подводочку» это проект уже устаревший Вот, был заказ наших издателей, мы это сделали Сейчас такого заказа и такой потребности нет Поэтому, скорее всего, это вот единичный такой проект «Шансон-подводочку», которого уже, к сожалению, наверное, и не будет Как здоровье, Александр Васильевич? Сейчас лучше Сейчас лучше, да? Сейчас лучше, да Подлечили Александра Васильевича в начале этого года Были проведены медицинские такие какие-то операции очень хорошие Я не буду говорить об этом в эфире, но с ним, слава богу, все хорошо, дай бог ему здоровья «Шансон-подводочку» На самом деле, это алкогольную песню и саундтрек ко всем русским застольям Ты это 24 года уже написал, да, «Рюмка водки на столе» И так как все-таки иногда нет-нет, да, злоупотребляешь Мы с тобой под занавес нашего общения кое во что поиграем Экспертный час Жень, буду называть тебе ингредиенты алкогольных напитков Так А тебе надо будет угадать этот напиток Смотри, сахар, вытяжка из ягод или цветов бузины, обыкновенный анис Содержание спирта 42% Бальзам? Нет, не бальзам Я уверена, ты это когда-то употреблял Абцент? Даже пробовал, нет Сейчас ты мне все алкогольные напитки, которые употреблял в жизни Ее поджигают обычно, знаешь, и через трубочку потом выпивают В барах, ресторанах поджигают Так, так Занюхивают, а потом через трубочку пьют Так, а что, 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 что? Б-52 Самбука это называется А, я такое не знаю Да ладно, тебе никогда не поджигали самбуку? Нет Слушай, мне сейчас стыдно уже, знаешь, потому что мне ее поджигали Давай дальше пойдем, смотри Корица Душистый перец Кардамон Апельсиновая цедра Липовый цвет Крепость этого всего 35% Обычно друзья просят, говорят, будешь дьюти-фри? Привези мне, подлечусь этой штуковины Чего это такое? 35%? Да, 35% Она так легенько, но знаешь, легенько-легенько за 2 часа потом Но нет, это не пиво это точно Нет, это не пиво Жень, корица, кардамон, апельсиновая цедра, липовый цвет Смотри, полезная, наверное, скорее всего Настойка такая Это бехеровка, Жень Да? Вот смотри, ты же все эти напитки пробовал Нет-нет, да пробовал, а видишь, не узнаешь Давай попробуем еще Экстракт горькой полыни В эфирных маслах которой содержится большое количество туйонов Андроповка? Нет, любят художники этот напиток Он зеленый Абсент Абсент, пробовал когда-нибудь абсент? Нет Никогда не пробовала? А вот то, что мы с тобой сейчас перечисляем Ты был в твоей жизни вообще? Нет Серьезно, да? А вот смотри, сейчас попробую еще Просто, может быть, попаду Это немецкая настойка из 56 разнообразных трав и корочек Переедание предписывает создание настойки самому святому Гумберду Являющимся покровителем всех охотников Подают этот напиток с апельсином и корицей Ну точно бальзам Битнера? Да нет же Нет? Нет? Не угадываешь, нет? Нет Мастер какой-то там, Егермайст Оооо Ребята, у нас трезвенник Не, язвенник Ребята, простите Евгений Григорьев был сегодня в звездном завтраке Я ничего не смыслил в алкоголе Жень, это круто, зато ты смыслишь в музыке и в песне Спасибо огромное, что сегодня пришел к нам в гости Мы нереально были рады тебя видеть Спасибо за сладкие подарки Аня, спасибо тебе Мы тебе желаем творческого благополучия Чтобы никогда на концертах ты не болел Чтобы твои песни и дальше шагали по стране Удачи твоей малышке Маше Возможно, мы надеемся, что когда-нибудь мы ее услышим в одной из твоих новых песен Любви тебе с Лизой Вы ребята космос, вы очень хорошие Женя Григорьев у нас сегодня был в гостях Он же, Жека Жень, есть буквально секунд 20, чтобы ты людям что-нибудь хорошее пожелал и сказали Дорогие друзья, я прежде всего всем вам желаю здоровья, счастья, гармонии с окружающим миром И оставайтесь всегда на волнах замечательного радиошансон Всегда ваш, Евгений Григорьев, Жека Спасибо Звездный завтрак